Здравствуйте! С главными событиями этого дня вас познакомлю я, Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Предварительно установлено, что преступление совершено студенткой данного высшего учебного заведения. Подозреваемая в убийстве курсанта Орловского юридического института, которое случилось вчера, задержана. Девушка дала признательные показания и объяснила свой мотив. Произошло дорожно-транспортное происшествие. Машины в смятку, люди целы. В Орле случилось показательное ДТП. Причиной ему стало грубое нарушение правил, которое в нашем городе почему-то принято считать не страшным. С пониманием к этому относиться и вакцинироваться. Достичь коллективного иммунитета. На Орловщину привезли уже 100 тысяч доз разной вакцины от коронавируса. Свободных слотов 13 тысяч. Губернатор говорил о вакцинации в соцсетях. Мы знаем много всего, в том числе и медицину. Умеют выживать с детства. На Орловщине прошел региональный этап соревнований школы безопасности. Юные спасатели со всей области совершенствовали навыки выживания, само- и взаимопомощи. Подозреваемая в убийстве курсанта Ор-Юи задержана. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Напомним, накануне утром на территории вуза курсант-афганец был найден мертвым в своей комнате со следами насильственной смерти. Подозрение в убийстве упало на его землячку, которая в тот день спешно покинула институт и отправилась в Москву. Вот что известно следствию на текущий момент. Предварительно установлено, что преступление совершено студенткой данного высшего учебного заведения. Оперативными сотрудниками УМВД России Парловской области приняты меры к ее задержанию и доставлению в следственное управление для производства следственных действий. В настоящее время проведен комплекс следственных действий. По результатам девушки предъявлено обвинение в совершении убийства. В ходе допроса она полностью признала себя виновной и пояснила следователям обстоятельства совершенного преступления. С учетом того, что обвиняемая пыталась скрыться от следствия, следователи направили в суд ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения, связанной с лишением свободы. Сегодня во втором часу дня на московском шоссе столкнулись две легковые иномарки. Дежурному ГИБДД пришло сообщение о двоих пострадавших, включая ребенка. Когда инспекторы выехали на место, то выяснили, не все так плохо. Как именно было дело, расскажет Иван Суверин. К тому, что авария не имела тяжких последствий, участники ДТП во многом обязаны сработавшим подушкам безопасности. Кроме того, обе машины двигались попутно. Это смягчило силу удара. Подушки у вас защитили, получается, или как? Получается. Ну, а вы были пристегнут. Я смотрю, рука у вас за бинтом. А все-таки пострадали? Своё самочувствие равно, как обстоятельства ДТП. Дама, управлявшая Volkswagen, обсуждать не захотела. Водитель Hyundai тоже был немногословен. Неудивительно, ведь именно его считают виновником. Я выворачиваю потихоньку, сначала колесо, потом в дверь. Главное, говорят полицейские, что ребёнок, находившийся в салоне Volkswagen, уцелел. Не пострадал, испугался. В результате ДТП. Водители автомобиля Hyundai и Volkswagen от госпитализации отказались. Медицинская помощь была оказана водителям на месте происшествия. Фабулу аварии в городском отделе ГИБДД изложили так. Водитель автомобиля Hyundai i35, двигаясь по улице Московское шоссе со стороны улицы Бурово, в направлении улицы Михаливсона, не уступил право преимущественного проезда водителя автомобиля Volkswagen, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. Ни одна из машин после ДТП не осталась на ходу. Обе иномарки с места происшествия пришлось вывозить на эвакуаторах. Инспекторы говорят, поворот направо из левого ряда – это то, что многие автомобилисты проделывают по нескольку раз на дню. И вовсе не считают такое нарушение грубым. По словам полицейских, Московское шоссе – одна из тех улиц города, где расплата за правонарушение подчас наступает мгновенно. И наказывают нарушителя вовсе не строгие инспекторы и не зоркие камеры, а дорожные происшествия. Иван Суверин, телеканал Первый областной. Более 100 тысяч доз вакцин от коронавируса поступило на Орловщину с начала массовой вакцинации населения. И сегодня орловчанам доступны три вида отечественной вакцины – Гам-Ковид-Вак, Эпи-Вак-Корона и Кови-Вак. 78 тысяч человек уже получили первую дозу вакцины «Спутник Ви», около 2 тысяч выбрали Эпи-Вак-Корону, 545 орловчан предпочли привиться Кови-Ваком. О прививочной кампании на территории региона говорил губернатор во время своего традиционного прямого эфира в соцсетях. Слотов свободных достаточно, поэтому конкретно их 13 363. Поэтому записывайтесь, другого рецепта на сегодняшний день не существует, поэтому просьба с пониманием к этому относиться и вакцинироваться. Несмотря на высокие темпы вакцинации, говорить о конце пандемии рано. Только за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 44 орловчан. Справилось с недугом около 40 человек, скончалось от него двое. На реализацию программы социального контракта в 2021 году в Орловской области выделено более 164 миллионов рублей. Это федеральные и региональные деньги. Новым видом поддержки могут воспользоваться малоимущие семьи. 230 социальных контрактов уже заключили орловчане. 16 семей потратили деньги на организацию личного подсобного хозяйства. Среди них и жительница Свердловского района Наталья Пехтерева продолжит. У Надежды Жимановой из деревни Давыдова Свердловского района в жизни новый поворот. Безработная многодетная мать стала участником программы социальных контрактов. Получила 100 тысяч. Будем разводить просят. Планируем 10, а там как пойдет, на сколько хватит. Поддержку от государства Надежда получила даже быстрее, чем одобрение семьи на воплощение своей идеи. Сначала все против были. Сын приехал. Мам, ты зачем? Зачем тебе эти свиньи вообще? Ну как зачем? Я ж не для себя, мне вообще не надо. Я пошла бы работать и пошла бы. А вас, говорю, у меня четверо, еще внук. Надежде удалось убедить домочадцев. Муж помогает делом строить сарай для свиней, дети и мама словом. У нас мама сильная женщина, она все сможет. Мы в нее верим, каждый поддерживает ее по словам. Тяжеловато. Она вот, ну я справлюсь. Мы тебе поможем. Социальный контракт на развитие личного подсобного хозяйства – это относительно новый вид выплат. Рассчитывать на них могут только малоимущие семьи. Причем средний душевой доход у них за последних три календарных месяца должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. В Орловской области это 10 722 рубля. Обратиться за такой поддержкой нужно в органы соцзащиты. Человек должен именно подтвердить свой статус и находиться в трудной жизненной ситуации. Мера, именно личное подсобное хозяйство, она все-таки направлена не для того, чтобы эти деньги были потрачены на какое-то сиюминутное мероприятие, а все-таки для того, чтобы создать задел в том числе и для получения постоянного дохода своей семьи. Помимо развития личного подсобного хозяйства, орловщане могут получить помощь и по другим направлениям – трудоустройство, преодоление трудной жизненной ситуации, открытие бизнеса. По федеральным данным, в этом году в стране планируется заключить 300 тысяч соцконтрактов. Из бюджета на это выделено более 26 миллиардов рублей. Орловщина получит 164 миллиона. Наталья Пехтерева, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. В Орле состоялась межрегиональная конференция с участием Министерства цифрового развития и отечественных разработчиков IT-сферы. На ней презентовали последние разработки российского офисного программного обеспечения и комплектующих модулей. Эти информационные системы применяются уже сегодня у нас, в частности, в работе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг, которые действуют на территории региона и очень востребован жителями. Контракты и новые партнерские связи. Каковы итоги Петербургского экономического форума для Орловщины? Национальные проекты. В чем преуспел регион и есть ли риски? Бюджет региона. Как идет работа над главным финдокументом области? Об этом мы не только будем говорить 10 июня. В прямом эфире Первого областного в программе «Готов ответить». Гость студии Вадим Тарасов, заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию экономики и финансам. Телефон прямого эфира 761028. Программа начнется в 20.00. Прямой эфир можно будет услышать и на экспресс-радио «Орел» на 100,4 FM. На Орловщине прошел региональный этап соревнований школы безопасности. Юные спасатели со всей области совершенствовали навыки выживания, само- и взаимопомощи. Какие нормативы им нужно было выполнить и кто в конечном счете победил, знает Иван Суверин. Технике безопасности организаторам соревнований пришлось уделить максимум внимания, ведь задание, предназначенное для юных спасателей, не всякому взрослому по плечу. Работа с шансом инструментом, подъем фрагментов завала, организация лаза, разбивание завала в помощи кувалды. Кроме того, блок промышленного альпинизма, где на верхнем этаже здания оказался пострадавший. Необходимо подняться к нему и спустить его по всем правилам безопасности. Часть упражнений выполнялись в средствах защиты, что и нагрузку увеличивало, и задачу усложняло. Чего стоит этап спасения терпящего бедствия пожарного. Искать пострадавшего участникам соревнований приходилось вслепую, ориентируясь лишь по рукавной линии. Отметить стоит, что команды все работают до последнего, никто не бросает пострадавших, отличаются некоторые команды хитрой тактикой. Это значит, что ребята работают, взаимодействие с руководителем налажено. В целом, сравнение проходит неплохо. Главное, что безопасно и интересны дети. По словам кадетов второй Орловской школы, невыполнимых задач для них эти соревнования не ставили. Мы знаем много всего, в том числе и медицину, знаем, как работать с веревками, что где сделать, как кому помочь. Мы им накладываем шины, делать реанимацию. Пожалуй, единственной проблемой, по словам ребят, для них была собственная робость. Достаточно легко было, все знакомо, но все равно был небольшой страх, из-за этого тяжелее было работать. Организовывая соревнования школы безопасности в МЧС, как говорится, убивают двух зайцев. Я считаю, что это одни из самых интересных и нужных соревнований, которые позволяют ребятам свои навыки развивать в оказании самовзаимопомощи, проведении каких-то спасательных работ. Они им всегда пригодятся в жизни и у нас воспитывается достойная смена. В старшей группе финалистами соревнований стали воспитанники Центра детского и юношеского технического творчества, туризма и экскурсий города Болхова. Победа среди юниоров досталась кадетам-спасателям школы номер два города Орла. Иван Суверин в присоединении пресс-центра МЧС, телеканал Первый областной. Партнер программы «Главные новости» – Брянский мясокомбинат. Экономика региона оживает. В частности, рынок оказания платных услуг показывает уверенный подъем. В связи с пандемийными ограничениями львиная доля предприятий этого сегмента приостанавливала свою деятельность, поэтому о прибыли говорить их владельцам не приходилось. Сейчас же ситуация начала меняться. Подробности знает наш экономический обозреватель Анастасия Гришина. Настя, привет. Когда же специалисты заговорили о выходе этой сферы из депрессии? Олег, привет. Подъем рынка в услуг отмечается с начала года. И теперь он особенно заметен на фоне убыточного 2020-го. По данным Орел Стата, за первый квартал 2021 года населению региона было оказано платных услуг более чем на 12 миллиардов рублей. Это на 8,5% больше, чем годом ранее. А вот бытовых услуг орловчане получили на 2,6 миллиарда рублей, что почти на 18% превышает уровень 2020-го. В Орел Стате отмечают, что порядка 70% от общего объема оказанных бытовых услуг пришлись на ремонт и строительство жилья, техобслуживание и ремонт транспорта и услуги парикмахерских и салонов красоты. А вот отрасль общепита еще никак не оправится от удара, связанного с ограничениями. По информации Орел Стата, за первый квартал 2021 года оборот предприятий общественного питания в области составил 1 миллиард и 200 миллионов рублей. Это на 6% меньше, чем было в этот же период в прошлом году. По итогам ковидного 2020-го падение в данной отрасли в Орловской области составило более 22%. А вот оптовая торговля, как и сфера услуг, демонстрирует рост. За 4 месяца этого года оборот в этой сфере составил без малого 70 миллиардов рублей. Эти цифры почти на 7% больше, чем в 2020-м. Орловская делегация предпринимателей отправилась в Беларусь. Поездка организована региональным центром поддержки экспорта. Цель – бизнес-миссия и знакомство с потенциальными партнерами союзного государства и расширение рынков сбыта. С 7 по 10 июня Орловская делегация посетит Минский Гомель. В ее составе специалисты предприятий «Протон Импульс», «Самсон», «Химпродукт», «Софтекс» и ряда других. Спектр выпускаемой ими продукции широк – от электроники и одежды до пищевых продуктов и кабеля. Но для каждого участника были подготовлены презентации и индивидуальные программы переговоров. В списке принимающей стороны представители различных сфер – дистрибьюторы, торговые сети, строительные компании, производители сельхозтехники, оборудование и строительных материалов. В Центре поддержки экспорта уверены, что после этой поездки орловские предприниматели выйдут на новый уровень бизнес-активности. На этом у меня все. Спасибо. Это была Анастасия Гришина с новостями экономики. А мы продолжаем. Сегодня представители сферы легкой и текстильной промышленности получали поздравления, а также награды от губернатора и облсовета. Повод – профессиональный праздник. День работников легкой промышленности отмечается в нашей стране каждый год во 2-е воскресенье июня. Праздничное мероприятие прошло на площадке ТМК «Грин». Его организаторы – департамент промышленности, отраслевой кластер и ОГУ имени Тургенева. У нас работает несколько сотен предприятий, это разного размера организации, от нескольких человек до нескольких сотен человек. И как бы странно это ни звучало, у всех этих предприятий одна и та же проблема, которая является для нас основной задачей. Это проблема с квалифицированными кадрами. В АГАУ имени Парахина состоялась церемония вручения дипломов выпускникам довольно необычной школы. Получили их участники Всероссийского образовательного проекта Ростельхозбанка «Школа фермеров». Чему обучали будущих агробизнесменов, узнал Сергей Прошкин. Хочу выразить огромную благодарность Ростельхозбанку за такую чудесную возможность познакомиться поближе с настоящими действующими фермерскими хозяйствами, возобновить свои знания в области ветеринарии и ведения дела сельскохозяйственного. Всего за два месяца Ольга Курман освоила направление «Фермерское козоводство» и сдала по нему диплом. Платить за учебу не пришлось. Программу финансировал Ростельхозбанк. Учебную программу «Школы фермера» преподавали в Орловском ГАУ имени Парахина. Чтобы мы показали, что мы способны сегодня готовить кадры не только для промышленного агропромышленного конгресса, но и для мелких подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств. 25 фермерам, успешно защитившим свои бизнес-планы, дипломы об окончании школы вручали губернатор Андрей Клычков и председателю облсовета Леонид Музалевский. Глава региона даже поделился с выпускниками своим фермерским опытом. На самом старте школы фермеров были опасения, что желающих обучаться в ней будет не так уж и много. Теперь количество заявок на участие и качество подготовки учеников позволяет масштабировать проект на всю страну, рассказали в Россельхозбанке. Уже на всю страну и в Орловской области тоже уже не за горами старт второй волны обучения. Россельхозбанк планирует и дальше поддерживать развитие фермерского движения на территории Орловской области. Следующий класс школы фермера сядет за парты уже в октябре этого года. Сергей Прошкин, Кирилл Иванов, телеканал Первый областной. Узнать о достопримечательностях Орла теперь можно с помощью специальных электронных информационных стоек. Они уже появились на железнодорожном вокзале к Александровскому мосту и у ТМК «Грин». Рассказывают там об интересных местах и событиях студенты туризма и гостиничного дела Орловского государственного университета. Ребята представляют, они во-первых здесь проходят практику от Орловского государственного университета. Это такой уже офлайн наш проект по популяризации, по освещению деятельности внутреннего туризма внутри нашего региона. И они рассказывают о том, какие места интересные есть у нас в регионе и какие места можно посетить. И когда люди заинтересовались, они в том числе рассказывают, как это место можно посетить, как до него доехать, как до него дойти. Работать такие стойки будут весь июнь с пятницы по воскресенье с 4 до 9 часов вечера. 8 июня социальные работники отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня в каждом районе Орла есть отделение комплексного центра социального обслуживания населения, где трудятся люди, готовые подставить плечо нуждающимся. В одном из таких центров побывала Наталья Балашова. Чуткость и страдание, умение не только сопереживать, но и облегчать жизнь тем, кто нуждается в помощи. Это все о них. Зачастую соцработники остаются за кулисами. Но эти люди совсем не хотят славы. Елена Карпова 3,5 года работает в социальной службе. Для нее это не просто работа, это призвание. Милосердие и желание помочь другим стали для женщины смыслом жизни. Они уже такие взрослые люди. Некоторые уже тоже не понимают зрения, слух, все отказывают. Они не понимают уже реальности все это. Тяжелые есть лежачие, есть деменции всякие, есть подопечные. Поэтому самое главное, чтобы они шли на контакт и чтобы нам во всем доверяли. В период пандемии нагрузка на социальных работников выросла. Большая ответственность, конечно. Мы же стараемся не заразить, ничем не навредить своим подопечным, не ухудшить их состояние. Потому что взрослые люди уже не выкарабкаются из этой ситуации. Молодые тяжело переносят, а это тем более. Поэтому большая очень ответственность. Всего у Елены 14 подопечных. Все они пенсионеры. Четверо из них вставать уже не могут. Особое внимание уделяется тем, у кого нет родных и близких. Четвертый год. Мы очень довольны. И дай Бог, чтобы таких соцработников было больше. В Орловской области насчитывается более 900 социальных работников. В центре заводского района, где работает Елена, функционирует 6 отделений. На сегодня в нашем коллективе трудится более 100 сотрудников. Конечно, 52 из них – это социальные работники. Именно те, кто первыми спешат на помощь граждан пожилого возраста к инвалидам. А в честь профессионального праздника для его сотрудников 8 июня в центре состоялся праздничный концерт. Наталья Балашова, Ирина Волкова, телеканал Первый областной. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 100 и 4 FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Папа, а что такое ГОСТ? А ГОСТ, сынок, это когда колбаса сделана по традиционным рецептам, из натуральных продуктов и очень вкусная. То, что она вкусная, это я уже понял. Колбаса «Докторская ГОСТ». Брянский мясокомбинат. Всегда вкусно. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар повредителем. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Отношения построены на честности. Будьте до конца откровенны. Сдайте бесплатно тест на ВИЧ. Требуются разнорабочие и сортировщики на мусороперерабатывающий комбинат в Подмосковье вахтовым методом. Расчет каждые 15 дней без задержек. Телефон 8-967-248-67-00. 8-967-248-67-00. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар повредителем. Жукобор Экстра. Ваш выбор. Он возвращается. Международный фольклорный праздник, ставший визитной карточкой Орловской области, будет. 22-е Троицкие хороводы в Орловском Полесье. Праздничное богослужение, работа по дворе и творческих площадок. Гуляние, спортивно-развлекательные забавы, выступления вокальных и танцевальных коллективов. Место встречи в село Львов Хатанецкого района. 20 июня. Троицкие хороводы. Гуляем на всю. Департамент сельского хозяйства Орловской области представляет. 25 июня 2021 года состоится ежегодная выставка селекционных достижений в агропромышленном комплексе, посвященная 125-летию со дня основания Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции, старейшей селекционной станции России. Орловский день поля является крупнейшей региональной площадкой современных технологий в сельскохозяйственном производстве. На выставке будут широко представлены продукция и услуги для ведения успешного сельского хозяйства. Орловский день поля пройдет 25 июня в Новодеревенковском районе на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции. Новодеревенковский день поля пройдет 25 июня в Новодеревенковском районе на базе Шатиловской области. Здравствуйте! Настало время прогноза погоды телеканала Первый областной. Вас с ним познакомлю я, Ростислав Билок. Сегодня 9 июня, Международный день друзей. Помните, старый друг лучше новых двух, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Сегодня хороший повод поздравить своих друзей и напомнить им, как нам дороги отношения с ними. А теперь о погоде. В Амцентске днем плюс 22, преимущественно облачно, ожидается дождь с грозой, ночью плюс 12 облачно. В Ливнах днем плюс 24, вероятен дождик, преимущественно ясно, ночью плюс 13 и преимущественно ясное небо с небольшими облаками. В Болхове днем облачно, с прояснениями плюс 23, скорее всего будут небольшие осадки, ночью плюс 13 и откровенно ясно. В Орле днем плюс 22, облачно и с прояснениями может пройти кратковременный дождик, ночью плюс 13 и немного облачно. Атмосферное давление в этот день 741 миллиметр ртутного столбайта ниже нормы, ветер умеренный 1-2 метра в секунду. Дорогие друзья, мы искренне желаем вам творческого вдохновения и продуктивного продолжения трудовых будней. А я на этом с вами прощаюсь. Увидимся на Первом областном. Компания «Ритуал-сервис» принимает заказы на памятники из карельского гранита с бесплатным художественным оформлением. Подробности у менеджеров-консультантов в наших филиалах или по телефону 44 45 46. Адреса филиалов на сайте ritual-service57.rf. Предложение ограничено.